На Олимпиаду должны полететь спортсмены, которые прошли такую внутреннюю конкуренцию, и они едут туда не грести, они туда едут биться, со всеми биться. Это воины, и девочки воины, и мальчики воины. И говорить там о попадании каких-то в финалах, просто посоревноваться, набраться опыта, у нас это в команде уже не присутствует. Ехать нужно, побеждать, ехать нужно, завоевывать медаль. И поедут туда только такие. Пока ты, Володя, говорил, я так думал, вот нашим бы начальникам тебя отвезти к другим руководителям федерации, собрать спортсменов, особенно тех, кто после игры в ресторанчик любит заглянуть. Как можно вообще соревноваться за деньги, я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным, и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Ну как, если нет результата? Что можно сказать людям? У тех же россиян, у канадцев, у американцев, у чехов, у шведов, у финнов. У них две ноги, две руки, одна голова. Вы это брали, ребят. Ну, если у вас руки и голова еще по молодости не такие, ну, включайте ноги. Не давайте принимать шайбу, не давайте принимать мяч. Боритесь, если вы не умеете красиво обыгрывать там и так далее. За счет физической подготовки. Надо любить спорт, надо быть преданным. И тогда у тебя все получится. И деньги будут, и квартира будут, и почет, и уважение. Вот вам дар, я думаю, чувак. Я могу много таких назвать. Возьмите Ваню Тихона. Слушайте, ну это вообще запредельно. Ну как можно не восхищаться такими людьми? Вот это настоящие спортсмены. И я их знаю поименно. И они всегда будут в нашей стране поддержаны, пока я президент. И даже если меня не будет, я уверен, кто-то другой тоже будет таких поддерживать. А величие спортсмена еще в том, с моей точки зрения, когда он за руку проведет кого-то и вместо себя. Катюша, кажется, ну шла? Хоть ты машинского в лодку сейчас сажай, парик одевай и пускай гребет вместо Картсена. Мы тебя не отпустим, пока ты на стол не положишь или в лодку не посадишь еще двоих-троих таких, как сама. Это тоже важный вопрос для спортсмена. Прекрасно понимаю, что эти все высокие награды, которые вы сейчас нам вручили, это аванс перед главными соревнованиями, олимпийскими играми в Токио. Я тебя перебью и скажу, что я даже сомневался, надо ли это делать. Я думал, вот собью вас с толку, с этого пути большого и предупредил, никаких больших наград пока не даем, чтобы был зазор и желание их получить. Я, конечно, не задабриваю вас и вообще не хочу, чтобы вы думали о том, что вот президент тут вам понаобещал и даст что-то. Я просто вам говорю по-человечески, как это может быть. Мы не будем раздавать пустые обещания, работаем мы очень серьезно, пашем, не жалея сил, здоровья, энергии. Потому что в Токио мы будем сражаться за самые высокие награды. Нас будут смотреть мамы, папы, бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья. Знаем, Александр Георгиевич, что вы будете переживать за нас, поэтому мы не имеем права подвести.